Так, ребятушки, today is the day, когда мы сменим подшипники на пресс-фит-каретки от Трек Мадон. Она сильно от каких-то других пресс-фит-кареток не отличается, в том плане, что там нужно до сих пор впрессовывать пресс-фит. Но основное ее отличие... Давайте покажу, собственно, в чем. Здесь посылочка. С новыми подшипничками от Эндуро, теми же самыми, которые стояли до этого. Эти подшипники, они обычно в вашей каретке стоят, и вы о них даже, грубо говоря, не догадываетесь. Но... Сейчас вот сфокусирую даже. Но здесь они отдельно. Почему? Потому что сама каретка, она в раме находится, и она несменяемая. Собственно, если ее вы захотите сменить, то, скорее всего, это будет гарантийный случай, что на самом деле не такая уж и редкость у Трек. Сейчас сначала коротко вся история и прочее, и потом перейдем непосредственно к практической смене этих самых подшипников. Собственно, каретка BB90 у Трек, это полностью влетая в раму каретка, у которой меняются разве что только подшипники. Эта каретка, как и любой пресс-фит, который произведен в Китае, не по самым лучшим стандартам качества. Это вам не Winspace, это там не Yeoleo, это Трек, это Canyon, это Cannondale, и до этого это Specialized. Так вот, у них вот эти замеры, они были иногда не самыми точными. И у кого-то удачный получился велосипед или удачная рама, у кого-то менее. И у кого-то, соответственно, скрип появляется довольно-таки часто. Что по этому поводу можно сделать? Ну, во-первых, я купил в том числе вот такую вот смазку. Она называется RSP Creek Freak. Собственно, как раз против вот этих всяких звуков посмотрим, как с ней эти подшипники проходят. Актуальные проходили, считай, сезон ровно или ровно год календарный, лучше сказать. И здесь можно попробовать вот таким вот способом. Не знаю, если причина скрипа в какой-то влаге, ржавчине образованной, образовавшейся внутри подшипников. Если это все не помогает, то на самом деле минус тогда в том, что подшипники расшатали эту каретку немного. Или каретка была изначально хреновой. По этому поводу трек даже выпустил оверсайз подшипники, которые врезаются нафиг в эту самую каретку, которая была не совсем по размеру. И если тогда, если это не поможет, тогда трек туда-сюда меняет раму. Не знаю, нужно ли мне будет весь этот путь проходить до смены рамы. И когда, если это произойдет, будет ли римбрейк айкон доступен. Либо мне предложат какой-нибудь SLR 6, например, который примерно, считай, стоит сколько фреймсет айкон. Не знаю. Надеюсь, до этого не найдет. Меня более-менее все устраивает. Я не хочу менять. Но если мне предложат диск-прейк потом, фреймсет айкон, то я тоже не откажусь. Продам сразу и куплю просто топейший на ободных тормозах. Но! Теперь по поводу того, что вот насколько часто это все кряхтит. Блин, один раз каретку менять в календарный год это, не знаю, много или мало. Но для моего образа катания при хорошей погоде в основном, это все-таки многовато. То есть у того же Focus я проехал в два раза больше и скрип начался, да. Но перед продажей. Видимо, он скрипел так. Тебе не продавай меня. Но, чувак, ты в 54 размере, мне нужно 52. К сожалению, извини, я повелся на Мадон. А он, а он, и я в итоге продал его. Ну, сменил перед этим каретку, тоже показывал в магазине. Вот. Теперь по поводу стоимости. Я фактически нашел продукт, который действительно офигенски дорогой. Подорожал. Я покупал те же самые подшипники. В прошлом году за 3,69 евро. Вот это теперь одна штука. 15 евро. Я покупал за 3,69 евро. Сейчас то же самое за 15 евро. Что бы там произошло. Потом я общался со своими подписчиками в своей группе. И поспрашивал туда-сюда, что можно приобрести. Ну, короче, на выбор был оригинал. Который у меня тоже изначально стоял. Либо Sea Bear. И мы очень долго дискутировали. И я в итоге пришел. Сначала хотел экономить. Потом в итоге согласился с тем, что Sea Bear надо брать. Но его нет. Он недоступен нигде. То есть только для GXP. А не для 24 мм Шумана. Потом кто-то сказал Коголь. Ну, Коголь вроде еще даже повыше Сибера. И я такой думаю, блин, нет. Это, во-первых, вообще ни разу не в бюджете. Он 120 евро стоит. Во-вторых, я просто в шутку посмотрел доступность. И там была доступность около двух недель. То есть тоже две недели без велосипеда. Не. Поэтому в итоге я заказал то, что заказал. Смена каретки у дилера самостоятельно. То есть если бы все там сменили. Это стоит чисто за работу 42 евро. То есть только сколько каретки. Сколько вот эти подшипники стоят. Поэтому я решил все сделать это самому. И давайте сейчас быстренько. Все это до 10 минут. Будет видео по практической смене. Итак, нам понадобится устройство для в-прессовки. И вы в-прессовке тоже. На этот раз я не забуду указать ссылку в описании. Пожалуйста, зацените. Там есть вот такие вот штуки под каретку. Ну, видно, что это не подходит. Значит, вот это подойдет. Так. Вы вставляете ее. Потом вот этот жезл с обратной стороны. Укрепляйте его. И у вас доступна установка для в-прессовке. Можно выдолбить. Конечно, молотком и средством от Park Tool. Но лучше выпрессовать. Собственно, остальная конструкция тоже. Вы видели, что нужно. Здесь такая вот установка. Собственно, части, в которой находится подшипник, который нужно выпрессовать. Вы ставите вот эту чашу, в которой окажется в итоге подшипник. С другой стороны, вы выпрессовываете. И вуаля. Старый подшипник находится в чаше. После чего этот подшипник вы можете посмотреть, в каком состоянии. И соответствующим способом утилизовать. Но самое главное и самое долгое занятие в этом процессе – это очистка, собственно, гнезда под подшипник в самой каретке. И это нужно сделать не просто так, а с обезжиряющим средством. Так, дальше выбираем адаптер под соответствующую каретку или под соответствующий подшипник, лучше сказать. Собственно, смазать можно очень даже хорошо вот такого вида смазкой, чтобы водичка не имела шансов проникнуть в подшипники, чтобы они ходили долго и счастливо. Не забудьте обезжирить тоже сами подшипники. Все, теперь впрессовка. Эти звуки совершенно нормальные. То есть это показатель того, что чаша каретки, которую принимает подшипник, она еще в хорошем состоянии. И еще раз, для поклонников попкорна тот же самый звук, с другой стороны. Все, можете сказать, готов весь ваш блок. Теперь осталось очистить вал и звезды, наверное, тоже желательно. И его не забудьте смазать тоже в местах, где будут находиться подшипники. В том числе не забудьте про напыльники. Не напыльники, напыльники. Или пыльники. Так, ну что, каретка заменена. Я как раз не зря так много ее смазывал, потому что дождь идет. Я как раз не зря так много ее смазывал, потому что дождь идет.